Всем привет! Меня зовут Федор Васильев, и в этом видео я хочу вам показать, как быстро в 2018 году можно собрать красивый сайт, а именно будем разбирать сайт для фотографа. Вот сейчас перед вами пример, его будем делать практически без каких-либо знаний. И вы сами сможете собрать себе обалденный сайт с классными эффектами, информация о себе, как об авторе. Вот такой вот сайт для фотографа. Итак, поехали! Итак, урок записываю для новичков, кто не знает, как создавать сайт. Например, вы фотограф и хотите, возможно, сами разобраться в короткое время, как сделать себе вот такой вот красивый сайт. Я буквально за 30-40 минут, думаю, соберу этот сайт в режиме видео, и действительно за это время вы сможете после вот этого видео сами собрать себе красивый сайт. Примерно вот такого плана. И несколько слов об этом сайте. То есть это демо-сайт, просто пример, захотелось сделать, показать, как можно сделать вот такой вот сайт. Итак, что нам понадобится, чтобы сделать вот такой вот сайт? Использовать будем. Движок Joomla. Версии 3.8.13. А также будем использовать необходимые расширения, чтобы собрать такой сайт от компании Belboa. Галерея. Версии 2.2.6.3. Компонент Gridbox. Версии 2.5.7. Конструктор страниц. И компонент форм. Версия 1.7.4. Компонент для того, чтобы могли отправлять формы заявки с вашего сайта. Ну, типа вот, сразу покажу. Вот такая форма. То есть тоже конструктор форм, где вы можете собрать себе форму любую, да? Все те поля, все те данные, которые вы хотите собрать от вашего потенциального клиента. Давайте разберем немножко сначала сам вообще сайт. Почему он такой? Почему я так это вижу? Я считаю, что фотограф должен быть красивый сайт, красиво оформлен. И сразу сайт с главной прям страницы должен выглядеть как портфолио. Вот эти вот природные фотки, да? Это я использую в качестве моих работ. Как будто бы я фотограф, и вот я показываю, что у меня получается, какой я мастер, да? Какой у меня стиль и так далее. Соответственно, не обязательно так это можно оформлять, но и так тоже можно. Я считаю, это очень классно. При прокрутке вниз у нас есть боковая колонка, которая стоит на месте. Здесь будет вся важная информация. То есть первая фотография – это вы, автор, да? А потом, где фотограф написан, это просто здесь ваш бренд, ваше имя, все что угодно. Все то, что важно. У вас, также я не писал тут телефон, естественно, тут надо будет телефон указать. Краткая информация. У вас можно также поставить ниже ссылку типа «Подробнее» и на внутренней странице, на дополнительной, сделать какое-то подробное описание. Также социальные профили, куда же без них. Социальные кнопки, то есть там, где вы есть. И вот такая привлекательная кнопка «Заказать фотосессию». То есть при обновлении я сделал так, чтобы ее не было видно, и через несколько секунд она анимационно вот так всплывает, так же, чтобы привлечь взгляд. Соответственно, это типа такой сайдбар. Меню я не стал делать, но при желании можно здесь вверху вывести, если это нужно, дополнительные пункты меню, если у вас подразумевается несколько страниц. Дальше, галерея. То есть здесь представлен, например, только один какой-то вариант галереи. То есть человек же может снимать фотограф как, например, свадьбы, как какие-то уличные сцены, уличные сессии и также сессии в студии. Соответственно, я здесь не стал делать, но здесь вот выше можно вывести такие кнопки, как категории над вот этими изображениями, да, то есть чтобы человек мог перейти на ту или иную категорию. То есть это тоже можно все оформить. Потом, что касается галереи, смотрите, это у нас миниатюры. При наведении на миниатюру красиво выскакивают такие подложки, где написано «Природа 4», там «Природа 5». Здесь вы можете указать все, что угодно. То есть это может быть текст, описание, при клике на изображение, изображение можно просмотреть во всю красу. Также имеются всякие навигации, то есть кнопки управления, там сделать больше, меньше, стрелки переключения сразу здесь, не отходя от кассы. Изображение можно скачать, можно лайкнуть, можно поделиться в соцсетях каждым изображением, причем есть социальные кнопки «Одноклассники» ВКонтакте, что ценно. Так как в большинстве галерей для Joomla мы решены этой привилегией, да, таких кнопок, как правило, нет, русскоязычных, социальных сетей. Соответственно, под изображением можно указывать описание, также при желании можно подключить форму комментариев от ВКонтакте или системы «Дисказ». То есть под каждой фотографией человек сможет оставлять комментарии. Соответственно, я подготовил не только такого плана отображения страницу, я еще сделал еще один пример. Вот сейчас вы видите, здесь показано, что изображение будет практически занимать всю площадь, да. Также при прокрутке сайдбар зафиксирован, красиво фотография наезжает, внизу есть вот такие переключатели. То есть, например, главную можно оформить так и вывести самые ваши лучшие работы, как фотохудожника, да, например. И, соответственно, на внутренних страницах вы можете спокойно, ничего вам не мешает, оформить, например, вот так. То есть мы с вами в этом видео разберем и эту страницу, как это сделать, и первую. Соответственно, я предполагаю, что я справлюсь с этой задачей минут за 30-40, то есть видео будет примерно такое. И вот подумайте, вы новичок, и вы можете не заказывать там сайт ни у кого, да, сами сделать, сесть, просто следуйте моим инструкциям, и вы сможете сделать себе вот такой вот сайт. Причем он адаптивный под мобильные устройства, об этом можете не переживать. Сейчас мы сделаем просмотр имитации мобильного устройства. Вот я сейчас зашел, то есть через браузер, имитация мобильного устройства, да, чтобы вам показать. Здесь можно выбрать устройство, там, Galaxy, iPhone и так далее, и посмотреть, как выглядит на мобильном устройстве. Конечно, это я все уже настроил, чтобы вы видели, что все здесь нормально смотрится. Здесь можно сделать разворот экрана, также посмотреть. И в консоли у нас все чисто. Давайте приступим к работе. Я перешел в админку сайта, естественно, у меня уже все стоит, то есть я установил компоненты, галерею, gridbox, конструктор страниц, да, и формы. Переходим сначала в gridbox. Естественно, кто уже хорошо знаком с gridbox, возможно, вам этот урок покажется скучным, а возможно, вы что-то для себя тоже подчеркнете. Значит, создаем страницы, две страницы я уже создал. Это как раз-таки эти страницы демонстрации, которые вы сейчас только что видели. Я создаю демо 3. Давайте перейдем. У вас примерно будет выглядеть страница, ну, примерно будет выглядеть как-то вот так. И давайте делаем. Что мы делаем первое? Я предлагаю сайдбар увести вот сюда вот влево, да. Смотрим. Переходим в шестеренку фиолетовую, в карандашик. И я выбираю боковая навигация. Дальше просто добавляем с вами плагин изображения. Естественно, изображения я все подготовил заранее, для того, чтобы у вас получилась вот такая вот круглая прям картиночка, да, то есть ваше лицо. У нас сейчас все круглое, да, это такой стиль, стильный такой вариант в восемнадцатом году. Поэтому картинка сама квадратная, но мы ее сделаем круглую прямо здесь. То есть я выбираю изображение подготовленное заранее. Добавляем. Сейчас видим, что она у нас квадратная. Перехожу на вкладку макет и радиус скругления я выставляю 150. Фотография круглая. Чтобы сразу нам было все видно на этой подложке, давайте зайдем в нее. И сделаем покраску. Выбираю цвет. Соответственно, я в палитру залил нужные цвета, подобрал заранее. У меня это темно-синий, желтый и красный. Красный используется только на кнопке. Специально нейтральные такие цвета. Конечно, нужно в этом тоже разбираться. Цвета между собой должны гармонировать. Такая вот подложечка. Соответственно, я предварительно зашел в тему, зашел в цвета. И здесь указал в пользовательских цветах те цвета, чтобы потом больше не заморачиваться с этим. И там, где мне нужно выбирать те или иные цвета. Соответственно, размер шрифтов, шрифты, все здесь тоже было указано, чтобы не дергаться каждый раз в каком-то элементе. То есть из глобальных у меня настроек цвета, шрифты будут подтягиваться. Далее. Бренд, логотип, важная информация, крупными буквами. У меня просто фотограф. Ну, можно что-то написать. И внизу телефон, например. Соответственно, мы просто добавляем плагин текста. Вот он здесь. Заходим в редактирование. Это вот слово фотограф просто как демо. На самом деле, тут надо писать что-то, да, сознательно, как я уже сказал. И, соответственно, я здесь назначу заголовок первого уровня H1. Так, все, у меня это готово. По поводу отступов здесь, в принципе, меня устраивает. Вот я навожу мышь по 25 пикселей от текста и от картинки. Можно сделать меньше, если это нужно. Соответственно, какой-то важный текст. Также выбираем плагин текст. Идем в редактирование. Я зайду в режим HTML. Потому что я текст скопировал, да. Чтобы без стиля он скопировался. Вставляем текст. Много текста вставлять не нужно. Соответственно, можно сделать ссылку подробнее на какую-то внутреннюю страницу, как я уже говорил. Где будет у вас расписано там, если у вас текста много. Вот так вот, видите, быстренько, простенько. У нас уже практически сайтбар готов. Здесь социальные кнопки. Не обязательно здесь выводить. У вас они будут здесь внизу. Если хотите, на ваше усмотрение. Но я считаю, что пускай будет все в сайтбаре. То есть в социальные кнопки можно также добавить плагин отсюда. По плюську нажав. Или же просто в подвале у вас они уже будут. Я просто зацепляю левой кнопкой мыши и перетаскиваю их сюда. Их не видно, да, потому что у меня темная подложка. Заходим сразу в дизайн этих кнопок. И цвет фона уже у меня выставлен здесь желтый, в принципе. Вот. Иконки тоже цвет поменял. Смотрите, при наведении цвет тоже меняется. Поменял на белый. Это меняется вот здесь. Вот, да. Соответственно, к каждой социальной кнопке нужно повесить ссылку на ваш профиль. Или там в фейсбуке, в твиттере, тут ссылка на какой-то сайт. Соответственно, все эти иконочки, да, они легко меняются. Вот здесь вот по карандашку. Фейсбук, например, меняем на иконку ВК. Здесь все эти иконки есть. Будем считать, что социальные кнопки мы с вами повесили. Далее у нас с вами идет кнопка заказать фотосессию, да. Или все что угодно можно писать на этой кнопке. Здесь я что делал? Если я хочу отдельно ее анимировать, чтобы она появлялась у нас снизу, здесь нужно добавить еще одну, так сказать, вложенную строку. Вот таким вот образом, да, вы видели. Вот сюда нажал. Вот у нас появилась вложенная строка. Здесь по плюсу. Здесь у нас как получается? Здесь у нас всплывающая секция, а в нее мы вставляем потом форму. Убираем всплывающую секцию. Заходим в карандаш. Прокручиваю ниже, нахожу пресеты. То есть я сделал готовый пресет такой кнопки. Выбираю ее. Соответственно, пресеты я заранее подготовил. Видите, кнопка сразу встает красного цвета, то есть уже готового дизайна. Осталось только здесь вот иконку я не использую. Написать только текст на кнопке. Заказать фотосессию. Соответственно, пока кнопка никуда не ведет. Чтобы нам результат просматривать на сайте, то есть реально с фронта, не в режиме редактирования. Давайте сразу создадим страницу. Привязать к меню. Выбираем здесь. Я назову Demo3. Здесь привязываем к Mine меню обязательно. И нажимаем сохранить. Пойдем в админку, убедимся, что Demo3 создан. Вот вы это видите здесь. Соответственно, внизу я просто вывел такие менюшки, чтобы просто было удобно переходить на страницу. Теперь, если мы хотим кнопку анимировать, да. Переходим в режим редактирования секции. Строки. Анимацию выбираем. Ну, ту анимацию. Которую мы хотим. То есть, либо просто появление bounce, подпрыгивание. Да, мне нравится. Так, это сверху надо. Снизу. Вот. И здесь задержку. Я обычно, не знаю. Ну, пускай две. Через две секунды. Кнопка будет появляться. Соответственно, на сайте обновимся. Кнопки нет. И вот она появилась. Заказать фотосессию. И, соответственно, здесь пока ничего нет. Мы, в принципе, этим займемся, когда создадим форму, да. Ну, форма у нас, в принципе, там уже создана. Я покажу быстренько, что это тоже конструктор, что там легко все делается. Соответственно, вот у меня мозолит глаза. Сразу давайте исправим. Вот подвал не с сайта. Соответственно, текст меняется вот здесь. Вот вы меняете свой. У вас там будет какой-то дефолтный текст. Измените под себя. Соответственно, вот здесь вот это находится цвет. Цвет я решил выбрать здесь такой же, как и подложка. Темно-синий. Тут даже непонятно. Темно-синий с каким-то коричневым. То есть вот примерно так. Итак, давайте разместим галерею. Что вам нужно будет сделать заранее, да. Компонент у вас установлен. Здесь нужно вам будет сначала создать галерею. То есть залить фотографии. Создать категорию. Тут все элементарно. Здесь будут подсказочки. Закидывайте ваши фотографии. Сразу хочу сказать, если хотите, чтобы ровно смотрелось, то делайте одного размера все изображения. У меня вообще Full HD. То есть 1920 на 1080. Просто загрузил фотографии. Ну и не помешает вам пройти здесь по настройкам и настроить хотя бы под дизайн вашей цветовой палитры. Потому что вы помните, у меня здесь уже все настроено. То есть если мы кликаем, желтенькие кнопочки. Желтенькие вот здесь тоже все кнопки наверху. Поэтому здесь просто загружаем изображение с компьютера. Я буду использовать те же изображения. Как только здесь разобрались к галерею, переходим в режим редактирования. Вот сюда, да. Здесь наводим мышц. Смотрите. Уберем сначала все отступы. Они нам тут не нужны. Вот здесь по крестику кликаем. Все на ноль. Чтобы ничего не было. Здесь тоже я предлагаю убрать все отступы. 25 пикселей. А теперь уже добавляем галерею. Да, из плагинов. Прокрутим вниз. Вот она у нас галерея. Здесь будут отображаться все созданные ваши галереи. Я кликаю. И галерейка у нас уже, уже отображается. Перейду в макет. И также отступы все уберу. Соответственно, вы изображение, когда закинете, каждое изображение повесите заголовок, у вас будет примерно так же. Единственное, надо будет поменять эффекты. У вас эффект будет по умолчанию такой классический. А я сделал немножко другой эффект. Соответственно, цвета все настроил уже. Здесь, видите, у нас получаются такие зазоры по бокам. Что здесь не хватает? Переходим вот здесь вот именно в синюю, вот эту голубую шестереночку. Заходим в настройки. И здесь сам вверху по ширине экрана нужно выставить. У нас прилипает галерея. Если мы с вами сохранимся, обновимся на сайте, то вы видите, картинки уже встают по всей ширине. Соответственно, здесь у вас будет 10 пикселей отступы между картинками. Если вы хотите сохранить, это все в галерее настраивается. Остается отступ вот маленький внизу. Если отступы везде убираем, то давайте здесь режим редактирования я тоже обновлю, чтобы мы видели галерею. Видите, она встает нормально. Захожу вот именно сюда. Захожу в макет. И вот здесь выставляю. Я выставляю здесь минус 5 пикселей, чтобы убрать внизу зазор. Сохраняемся. Смотрим на сайте. У нас с вами готова, в принципе, главная страница. И хотелось бы вот что еще показать. Если вы как бы делаете живые изображения, здесь это поддерживается. То есть есть такая возможность загружать гиф-анимацию. Также есть возможность вставлять видео с YouTube. То есть будет миниатюрка картинка. По клику в лайтбоксе будет открываться не фотография, а ролик с YouTube. И также все-таки хочу показать вам, что может очень быть красиво, если вы вот идете в тренде и делаете на заказ живые фотографии. Что такое живые фотографии? Это, например, фон статичный, а персонаж, который стоит на фотографии, у него волосы колеблются на ветру. Или наоборот. Персонаж статичный, а сзади по ветру там видно, как колышутся листья деревьев или водопад течет и так далее. Соответственно, я просто хочу продемонстрировать. Зайду в свою галерею. Выберу, например, изображение первое. И вот по этой картиночке загружу подготовленные гиф-изображения. Вот здесь вы видите, прямо в миниатюре вы видите, течет река, водопад. Сохранимся. Давайте посмотрим, прям как на сайте. То есть это будет просто великолепно. Это будет очень красиво, очень круто. Обратите внимание, вы видите, миниатюрка живая. То есть она также анимируется. Соответственно, здесь она тоже будет в таком виде. Просто она маленького размера у меня, поэтому она так открывается. Соответственно, немножко изображения съехали, потому что они все одного размера Full HD, а это изображение маленькое. Здесь уже, когда вы будете готовить заранее живые фотографии, вы будете делать их одного размера. И тогда у вас будет красиво. Представьте, вот такие изображения у вас, все анимированные, живые. Но это не та живая изображение, это просто гиф-анимация. Здесь все движется, да? Это не то, что я имел в виду в начале. Но вы пример поняли, как это можно использовать. Давайте разберемся с формой. Переходим в админочку. У меня компонент формы также установлен. Вот он. Здесь не буду ничего рассказывать особо. Здесь просто то же самое, конструктор форм. Элементарно. Нажимаете создать. То есть я зайду уже в созданную. В глобальных настройках нужно будет настроить форму отправителя. То есть указать ящик, привязанный к домену, чтобы вам доходили письма. Дизайн настраивается здесь. Под ваш сайт. Вот все цвета, да? Читайте. По-русски все написано. Соответственно, с левой колонки вы вытягиваете. То есть сначала внизу делаете строки. Делите на колонки. Вытягиваете те или иные элементы, которые вы хотите использовать в форме. И сохраняетесь. Форма готова. Что делаем дальше? На странице редактирования заходим по нашей кнопочке. То есть вот сюда кликаем по шестереночке. Сначала давайте разберемся с всплывающим окном. Вот здесь вот мы выбираем Lightbox. Получается вот всплывающее окно. Я делаю по ширине максимальный. Пока окно это закрываем. Вот здесь вот мы кликаем. И также выбираем списки в самом низу Forms. Вот эту кнопочку. И здесь будет список готовых форм. Их может быть неограниченное количество для разных страниц, разные формы. Выбираем формы. Соответственно, пока дизайна нет. Сейчас сделаем. То есть, смотрите, я захожу в настройки подложки по фиолетовой шестереночке. Захожу в фон. Цвет стоит. Я просто выбираю из палитры уже готовый свой фон. То есть, у меня уже по цветам все готово, поэтому смотрится нормально. Здесь также я использую рамку по всем сторонам. Делаем рамку. Делаем ей, наверное, десятку пикселей. Соответственно, цвет также я выбираю. исходя из своей палитры и выбираю пунктирную линию. Хотя 20 много, наверное, там у меня все-таки 10. Вот так вот. И по форме пройдемся. Сохраняемся. Пойдем на сайт. Обновимся. Так, кнопка появляется. Смотрим. Здесь, видите, я указал поля, значит, важные для меня, чтобы человек указал email, указал какое-то сообщение от себя, ВК-страницу. То есть, если он где-то ВКонтакте, человек, этот мой клиент, если есть страницу, он укажет, просто через ВКонтакте удобно списываться, да, то есть, обсудить какие-то дополнительные детали. И здесь вы можете вывести вот такие вот поля, смотрите, выберите вариант фотосессии. Человек может выбрать, у него, он-то свадьба, он выбирает свадебную, в студии, студия, на природе, на природе. Вы можете здесь указать любые критерии. Также можете добавить критерии, всего подсчитывается в рублях, видите. Например, час съемки, здесь приплюсовывается сумма, причем это будет не онлайн оплата, человек, если нажмет заказать фотосессию на кнопку вот сюда, это просто придет письмо вам на почту со всеми этими данными, то есть, вы будете уже знать, что человек хочет, чтобы не пришлось это все обсуждать, вы уже будете видеть из письма, отправленного с вашего сайта, что человек уже хочет. И вот представьте, вы здесь можете добавить любые поля, которые вы считаете нужным, добавить неограниченные вообще разные всевозможные вариации, чтобы человек сразу наглядно мог по сути сделать онлайн заказ, да? Вот, вы уже потом через почту связываетесь с вашим потенциальным клиентом или если он оставит ссылку на свой профиль ВК, связывается с ним ВК и уже обсуждаете, так сказать, предварительные какие-то данные, человек к вам приезжает или вы к нему приезжаете и вы проводите фотосессию. Соответственно, по дизайну этой формы вот еще, видите, крестик закрыть, его не видно. Мы перейдем с вами опять в режиме редактирования. Вот здесь иконка закрыть, цвет, также желтый здесь, в принципе, будет актуально. Соответственно, у нас практически главная страница готова. Формочка всплывает, все нормально. Не забывайте, я уже уж не буду это показывать, здесь есть такой макет редактора мобильной версии, очень удобно, очень классный. Здесь нужно перейти по каждому варианту мобильного устройства, планшет, планшет, телефон, телефон и просто настроить отображение для планшета. То есть, также зайти в настройки, убавить тут, например, фотографию и так далее. Соответственно, я забыл указать, здесь у меня есть тонкая рамочка, желтенькая и внизу такой треугольничек. Давайте быстренько это сделаем, просто перехожу в настройки, общие секции, макет, выбираю рамку справа, просто кликаю по чекбоксу, цвет выбираем и толщину, один пиксель достаточно и, соответственно, внизу есть такой треугольник. Это у нас разделитель секции, переходим на вкладку фон, прокручиваем чуть ниже, вот он разделитель, выбираем снизу, я выбираю такой треугольничек, вот внизу вы видите, он появился, сохраняемся, обновляем сайт фронтальную часть, видим, треугольничек появился, но это просто элемент дизайна, можете его не ставить, просто для красоты. Он вроде как является стрелкой, показывающей, что вот кнопка здесь, заказать фотосессию. Давайте теперь посмотрим, как выполнить страницу, если мы хотим выполнить ее вот такого вида. Изображение во весь сайт и вот с такими управлениями, стрелочками, ну не стрелочки, это точки. Режим редактирования закрываем, создаем новую страницу, выхожу из формы, переходим в Gridbox, создаем новую страницу, демо 4, демо 4, далее, соответственно, вы видите, что здесь у нас уже будет и сайт бар, и подвал, уже настроены, это не придется настраивать еще раз, мы с вами опять же смотрим на шестеренку фиолету, видим отступы, опять делаем то же самое, мы убираем все отступы, вы уже знаете, как это делается, соответственно, заходим сюда, здесь тоже присутствуют отступы, тоже их убираем на нет, делаем с вами здесь по ширине экрана, и давайте добавим новый плагин, плагин называется Slideshow, выбираем его здесь, нам предлагают сразу загрузить изображение, давайте загрузим, то есть сюда сначала загружаем, я возьму те же самые изображения, мне в принципе без разницы, это просто пример, галочками отмечаем те изображения, которые будут участвовать в этом слайдшоу, плюсик, они у нас помещаются, что здесь есть, во-первых, заходим вот по зеленой шестереночке, видим снизу отступы и сверху отступы, убираем, мы здесь их не используем, заходим в шестереночку, прокручиваем чуть ниже, по высоте экрана выставляем, в принципе, уже галерейка встала, есть стрелочки, вот эти стрелки навигации, по желанию оставлять их или нет, я их убираю, снимаю здесь галочку, стрелок нет, остаются только точки внизу, соответственно, точки мы оставляем, выбираем здесь эти самые точки, и дизайн, конечно, у них не зеленый, а я оставляю желтый, а вот эти тоже у нас темные точки, меняем под свой цвет, вот, и, соответственно, самый крутой эффект, который мне нравится, автовоспроизведение, да, во-первых, ставим паузу при наведении курсора, да, и вот анимацию в списке самую последнюю, это эффект такой, видите, приближения, вот он появляется, сохраняемся, соответственно, чтобы на странице посмотреть, нам придется с вами еще перейти в страницы и привязать к пункту меню, Demo 5 и Main Menu сохранить, переходим на нашу страницу, обновляемся, вот у меня Demo 5, я перехожу в Demo 5, смотрим, все ли у нас нормально, все появляется, внизу навигация есть, переключается, вот такого вот вида, очень круто, то есть, вот это меню внизу я вывел, это только, чтобы мне было удобно переходить, то есть, вам не надо такое меню делать, я надеюсь, вы понимаете, если вам нужно использовать еще меню, то здесь можно оставить место, будет наверху и меню выводить, или, может быть, вывести его в сайдбар здесь, или может внизу оставить, если важно, это да, то меню, в принципе, можно наверху организовать, соответственно, если надо, чтобы на слайдах выскакивать, заголовок, описание, кнопка, которая будет ввести куда-то, или только заголовок, или только заголовок и описание, соответственно, я думаю, вы это уже знаете, как делается, я надеюсь, вот ваше изображение, у каждого изображения есть карандашик и корзинка, удалить, заходим в каждое изображение, там, где заголовок, пишем любой текст, применяем, и вот заголовок уже появился, также можно задать анимацию этому заголовку, чтобы он появлялся красиво, и так далее, и так, вот смотрите, у меня прошло 35 минут, вместе с вами, вы видели, я сделал потрясающий просто сайт, идущий в ногу со временем, с крутыми эффектами, причем разноплановый, да, вы это видите, вы, например, фотограф, вы не разбираетесь в сайтостроении, вот вам такой урок, я придумал полезный, что вам нужно делать дальше, я подскажу, чтобы вы это теперь смогли реализовать, соответственно, вы должны понимать, что такие крутые вещи, расширения от компании Белбоа, то есть это компонент, конструктор Гритбокс, под названием так таковой, компонент галереи, компонент формы, они не бесплатные, вы можете пойти на сайт компании Белбоа, приобрести эти расширения, то есть сама Джумла, сам движок бесплатный, скачивайте по моему уроку, делайте, покупайте расширения, делайте, что я вам предлагаю, я вам предлагаю сэкономить, и еще обучиться, то есть если вы хотите более глубоко освоить эти инструменты, и создавать вот такие сайты, и более крутые сайты, то есть от такого плана и более круче, и лучше разбираться во всех вот этих тонкостях, то у меня записан специальный пошаговый видеокурс для начинающих, сейчас вы видите обложку моего курса, я предлагаю вам приобрести данный видеокурс, обучиться и стать мастером создания вот таких вот сайтов, что я вам еще предлагаю, вам предлагаю сэкономить, во-первых, ссылка на мой видеокурс в описании под этим видео, также вы можете всегда задать мне вопрос в комментариях под этим видео, или написать мне на почту, или мне позвонить, почта будет в описании под этим видео, Покупая курс, я предоставляю вам уникальные промо-коды с 50% скидкой на приобретение вот этих вот золотых расширений, гритбокс, галереи и формы, 50% ребят, вы получаете обучающий курс, вы получаете супер скидку, это еще не все, есть еще один путь, вы можете ничего не покупать, и обратиться ко мне, если у вас там нет времени, или еще что-то, и я вам на высшем уровне создам, вам не придется покупать эти расширения, вам придется лишь только заплатить мне за работу, за то, что я вам сделаю готовый сайт для фотографа, точно так же, пишите мне в комментариях, как удобно, ВКонтакте, в шапке канала есть все ссылки, звоните мне, в шапке канала есть мой телефон, в описании под этим видео также почта, пишите мне на почту, где вам угодно, в любое время мне пишите, мы с вами связываемся, созвонимся, спишемся, обсудим ваш проект. На этом здесь все, надеюсь вам сайт понравился, лично мне он очень понравился, сайт очень крутой, очень классный, мне прям руки чешутся, я хочу для вас создать такой сайт. Звоните, пишите, до новых видео, друзья.